привет катюш привет я рада что мы с тобой собрались потому что мне очень хочется пообщаться с тобой ты настолько глубокий настолько мало того что ты профессионал своего дела да то есть ты потом немножко расскажешь о себе но мне очень нравится что мы с тобой очень сходимся по ценности у нас практически до безусловности сходится с ценности да возможно наши картины мира в чем-то разнятся но именно вот ценности а это я считаю все-таки самое главное у нас сходится практически до безусловности и я когда тебя увидела у влада у меня было ощущение вышить игру что тебя знаю уже много лет и я тебе сказала что хочешь не хочешь мы с тобой будем дружить и поверь мне я редко кому так с таким предложением дохожу тем более чем в ультимативной форме но мне реально ощущение как будто я тебя знаю не знаю ну всю жизнь да то есть несколько жизней вот прям вот какой-то такой родной меч называется да родной вайп надо да так вот сегодня мне хочется чтобы мои зрители да мои студенты познакомились с тобой познакомились с твоей вообще философии и самое главное с твоей профессиональной деятельности потому что ты знаешь я тебе говорю дома до встречи с тобой я не понимала что такое личный бренд я как бы не понимала с чем вообще его едят и ты реально мне открыла глаза на то вообще что такое личный бренд как его строить я вообще думала что у меня нет личного бренда что у меня как бы вообще не выстроено там ничего да то есть и сейчас я понимаю что по сути ну то есть я как-то вот интуитивно все делала да то есть как бы делала правильно да единственное сейчас я это понимаю потому что ты мне это объяснила да так скажем вот катюша расскажи о себе расскажи чем ты можешь быть полезна нашим зрителям да то есть и как бы вот потом начнем уже дальше разговаривать мое имя екатерина азизова я более 20 лет занимаюсь маркетингом и последние восемь девять лет я занимаюсь маркетингом личных брендов я на самом деле хочу сказать что я знаешь был момент один такой очень интересный когда я работала в рекламном агентстве где я вдруг поняла что я не чувствую не понимаю и не верю большинству тех брендов которые создаются до которые вы продаются на рынке и мне тогда возникла мысль думаю как было бы хорошо выбирать такие бренды которые вот несут в себе ценность несут в себе какой-то смысл и жизнь начала меня в роли вы таким образом что я начала заниматься личным брендингом я бывший партнер мария заренок мы очень с ней активно этот рынок создавали развивали двигали и я на самом деле счастлива того чтобы не на эту тему вышли бы вывела скажем тогда потому что я работаю с такими предпринимателями с такими экспертами с которыми вот ты абсолютно правильно сказала совпадают ценности я действительно проявляю в мир тоже во что я верю тех в кого я верю в том формате в котором это действительно адекватно которым это интересно в котором это полезно да помимо всего прочего я еще продюсер образовательных проектов то есть я не только создаю стратегии для личных брендов и создаю их образы скажем так но я еще и умею их продвигать во всех смыслах во всех форматах во всех видах я очень хорошо разбираюсь digital маркетинге применяю все инструменты у меня сейчас формируется свой продюсерский центр в котором я продвигаю образовательные проекты тоже те в которые я верю либо с теми экспертами у кого уже есть продукт например как ты да то что для меня конечно очень были интересны была с тобой беседы на тему личного бренда я поняла увидела другую сторону что действительно есть уже проявленные личные бренды которые так себя не осознают и это очень интересно ну и также мы создаем продукты формируем их работаем с методологией работаем с тем чтобы это было действительно полезно и нужно аудитории действительно полезно нужно нашему сейчас вот текущему времени до которая меняется то есть ну вот если коротко то вот такими делами занимаюсь слушай ну вот смотри мы как раз тобой говорили про личный бренд и я с тобой сегодня поделилась что до этого да то есть когда я слышала личный бренд и даже как-то пыталась я в когда вы еще были в бытности вместе с заренок да с машей я хотела к вам зайти на программу лучше меня отвело потому что я тогда послушала это к этому блин это на похоже надо что-то будет из себя изображать ставить а как бы показывать а я не хочу и я вообще за то чтобы вот быть какая я вот жизни я такая же и в блоге люди которые меня знают они знают что вообще абсолютно никаких различий нет понятно что я например курю да я не буду сигаретой сидеть потому что я знаю что это не полезная привычка да то есть она у меня для это потому что я сбрасываю лишний энергетический потенциал который пока никак не могу до него дойти чтобы его реализовывать я его сбрасываю и я никому не рекомендую вообще курить поэтому естественно я сидеть сигаретами там в прямых эфирах там или еще что-то не не рекомендую никому и себе тоже а но при этом я как вот какая есть я такая есть я как бы не скрываю не не говорю что я лучший не говорю что я хуже да то есть и поэтому когда я слышала личный бренд мне казалось что это нужно будет из себя показывать что-то и только вот я говорю когда мы с тобой начали как раз вот работать на стратегии да так скажем марте помнишь да я поняла что это оказывается на самом деле просто нужно про себя вот как есть так и как бы ну просто более как бы не хаотично как у меня да то есть естественным каким-то непонятным путем а более профессионально скажи пожалуйста ты реально не понимала раньше что есть такие люди как я которые не понимают что такой личный бренд слушай ну ты знаешь на твоем уровне развития личного бренда да для меня это было открытие ну то есть конечно я сталкивалась в работе своей да с теми кто в общем то уже там в определенных кругах известен уже есть определенная репутация да потому что как бы как 1 из составляющих личного бренда есть репутация многие как бы отделяют вам репутация то отдельная личный при наблюде они так на самом деле все составляющие единого поля проявленности скажем так да с 5 человека до но то есть на начальном этапе да есть люди которые не осознают и да это оправдано. На том уровне, на котором ты, то есть когда у тебя бизнес напрямую связан с проявлением тебя как личного бренда, когда у тебя все то, что ты делаешь, продается через контент, то есть через твое слово, через твое визуальное какое-то отображение, вот на этом моменте мне это было интересно. То есть, наверное, все-таки личный бренд воспринимается экспертами иногда как нечто действительно искусственно созданное, такое, которое уже дорого продано, уже везде растиражировано, уже везде все об этом знают, и вот тогда это становится личным брендом. А я тут немножечко там в своем бложике что-то там попишу, кому-то что-то там продам. Вот примерно вот такой вот разрыв на самом деле получается, хотя, конечно, это как бы не совсем такая, знаешь, реалистичная история, потому что ты большой достаточно личный бренд для очень многих людей, и знакомясь с тобой, зайдя в твои социальные сети, я говорю, о, вот-вот проявленный, адекватно проявленный человек. Понимаешь? Ну вот, причем ты сегодня еще рассказала, когда я тебя спросила, зачем вообще люди идут в развитие личного бренда? Да, да. И расскажи еще раз, ты говорила. Ты знаешь, есть очень много целей и задач, которые люди перед собой ставят, и опять же, они делятся по категориям, да, то есть есть предприниматели каким-то, как говорят, знаешь, там, бизнесом из реального сектора экономики, да, которые решают через личный бренд вопрос, допустим, HR-бренда, то есть они привлекают таким образом к себе топов, они привлекают к себе людей там среднего звена, например, то есть, ну, прям, строят компанию на себе. Почему? Потому что многим сотрудникам, особенно высоких позиций, для них крайне важно, какие ценности несет себе предприниматель. То есть мы сейчас наконец-то стали в том времени, когда для людей это стало важно, когда мы все вместе смотрим, а что он говорит, а как он говорит, а почему он это говорит, и мы выбираем... А какие ценности... Какие ценности он несет, да. И мы выбираем себе, ну, руководителя, да, или владельца бизнеса, в том числе и по этим факторам, то есть не только по деньгам. Кто-то из предпринимателей идет в эту тему для того, чтобы, ну, действительно, что называется, проявить свое влияние, потому что они понимают, что они каким-то другим образом строят свою компанию. Например, проявить гуманизм в этом отношении, проявить свои принципы построения команды, проявить какие-то, опять же, те же самые ценности, про которые мы с тобой говорим. Кто-то идет, потому что понимает, что его экспертность в области построения бизнеса достигла уже такого уровня, когда человеку приходят естественным образом входящие запросы. Вот сейчас у меня, например, есть в работе один очень интересный предприниматель, он пришел ко мне со словами, ко мне пришли и сказали, можете вы помочь мне вот с этим вопросом или проконсультировать вот в этом вопросе? Я пошел проконсультировал, мне понравилось, я хочу. Да, и как бы вот он заходит, и мы с ним потихонечку, потихонечку, потихонечку вот из него вытаскиваем, формируем, формируем облако смыслов, которое в итоге будет этого человека нести в социуме, когда социум будет понимать, а, он про это, он про это, он про это. И вот это облако смыслов, оно очень естественное, оно аутентичное, да, вот есть такое слово, как это, аутентичное, конгруентное. Другая есть категория, например, людей, кто идет в личный бренд, это эксперты, ну, то есть это то, когда у тебя напрямую твоя деятельность связана с твоей проявленностью. Чем более ты проявленный человек, чем более ты грамотно о себе говоришь, чем в большем количестве точек контакта ты представлена, тем больше людей к тебе идет, покупает твою экспертность, идет к тебе учиться, да, приезжают на ретриты, которые у тебя вот скоро стартуют уже, наконец-то, да, хорошая очень новость, и, соответственно, больше у тебя покупают. Есть еще одна категория, но с этой категорией я не работаю, это категория блогеров, в чистом виде блогеров, то есть есть люди, которые просто идут в публичность. Там десятки разных, может быть, причин, и на самом деле, кстати, и у экспертов, и у предпринимателей также могут быть еще причины, это признание, то есть поиск признания, поиск аудитории и сообщества тех людей, которые их поймут, примут, оценят определенным образом и определенным образом, как бы, выдадут аплодисменты. Это тоже важно, нельзя списываться счетов. Это, знаешь, как для того, чтобы закрыть какую-то потребность дыру в социальном одобрении. Часто это идет из детства, когда действительно человек просто ни при каких обстоятельствах не получал должное ему одобрение, да, и он его пытается найти вот тоже вот в проявленности личного бренда, и это окей. То есть многие, ты знаешь, этого боятся, говорят, что да нет, вот я не тщеславный человек, да нет, 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 я вот хочу вот это, а я на самом деле не считаю, что это плохо. Я считаю, что если человек это осознает и понимает, что да, ему это важно, да, ему это нужно, он это получает до определенного этапа, проявляя свой личный бренд. Дальше у него эта потребность заканчивается, и дальше начинается уже продвижение еще более естественное, чем до этого. Ценности служения уже через личный бренд. Да. А я тоже как бы считаю, что самое важное признаться самому себе, что, блин, я хочу, да, там вот как у меня Алла недавно сказала, хочу быть мировой звездой, да, то есть, ну, и что в этом плохого? Ничего. Главное же, осознать, понимание, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь, к чему ты в итоге хочешь прийти, то есть, понимание своего собственного глубинного смысла. А кто сказал, что вот так хорошо, а вот так вот плохо? Главное, чтобы тебе было кайфово, и это создавало тебе и миру. Да. Любовь, доброту, радость, да, они низкие вибрации, да, 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 да. То есть, ты знаешь, у меня, наверное, все-таки личный бренд какое-то время ассоциировался с, я сейчас грубо скажу, наебаловым. То есть, понимаешь, как будто бы вот это искусственно созданный мыльный пузырь, когда на картинке одно, а вживую совсем другое. И ты знаешь, недавно смотрела как раз про одну семью американскую, да, как бы это целый проект был в ТикТоке, где она мама восьмерых детей, прекрасно выглядит, ну, показывает свой быт на ферме. А, да, балерина? Да. Она мне тоже попадается часто. То есть, а это ведь реально проект, они так не живут на самом деле. То есть, это проект для того, чтобы продавать их, как бы, продукцию, якобы фермерскую вот эту вот продукцию. А, да? Да. Ну вот, обидно. А я так с удовольствием на нее смотрела, думаю, надо же, какая красивая мама и столько детей. То есть, это вот как бы, и вот, понимаешь, как бы, и у меня очень долгое время было ощущение, вот, это ладно, это вот и сейчас, да, то есть, ну, а все остальные тоже, да, то есть, мы смотрим на человека, нам кажется, и нам показывают его с одной стороны, а потом вскрывается какая-то гниль, неприятные вот эти вот все, как бы, стороны. Оказывается, что человек совершенно другой. И вот у меня ассоциация с пиаром и личным брендом была вот такая. Вот я сейчас это осознаю, и я это растождествляю, да, то есть, как бы, то есть, по сути, я почему избегала этого, потому что... Не хотела в рамки в эти попадать. В рамки, и что, как бы, мне хотелось именно вот быть честной, быть собой. А оказывается, естественный, нормальный личный бренд это и есть быть честной с собой. Это и есть, да. Да, это вообще было открытие. Знаешь, мне очень в этом смысле нравится фраза Станиславского «Публика дура, но ты ее не обманешь». И наши соотечественники, так скажем, да, очень в этом смысле прокачанные люди, особенно сейчас. То есть, когда ты наблюдаешь за блогом, мы сейчас не имеем в виду в чистом виде коммерческий проект, да, потому что на самом деле коммерческий проект вот с этой вот девушкой, например, которая там 8 детей и так далее, это просто правильно, грамотно срежиссированная история. Но она же правда мама, как бы, да. Она правда балерина, неправда что-то производит, да. Окей, если они показывают эту картинку через то, что они живут в этом доме, хорошо, это просто красивая картинка. Но мы очень четко на уровне подсознания считываем, правду человек несет или неправду. И вот этих вот моментов и становится все больше и больше. Согласна. Поэтому нести неправду или прям откровенно прям про себя там что-то приукрашивать или откровенно про себя лгать, сейчас это становится просто, ну, чревато. Мало того, что там карма наступает мгновенно, да, как бы, как я шучу на эту тему, так еще и аудитория очень четко, быстро начинает это понимать. И именно та самая, как мы называем ее, платежеспособная, интересная, современная, проявленная аудитория, она очень быстро уходит, даже если изначально картинка привлекла. А остается кто? Как раз вот куча хейтеров каких-то непонятных. Жертв. Да, жертв всяких разных людей, которым интересно там поперетирать какие-то сплетни, там еще что-то. И блог в итоге, или, допустим, если это блог, да, он превращается просто в какое-то помойное ведро, которое там, знаешь, там все сливают непонятно что, кто рецепты, кто там, не знаю, там что-то обсуждает, кто просто так что-то пишет, вот, там оскорбления, там маты и все остальное прочее. И мы это тоже видим на некоторых блогах. Поэтому, ну, мы изначально, в принципе, вот, да, вот с Марией, когда начинали всю эту историю, мы сразу для себя приняли правило, что никаких искусственных брендов. Я же сама тоже, когда занималась в рекламе этим, я как раз от этого и уходила. Потому что все бренды, которые вот как бы, да, вот есть, они все искусственно созданные. Да, правда, это так и есть. Потому что это не люди. Многие люди, это искусственно созданные бренды, которых мы вот видим, например, там, политики, там, крупные предприниматели, там, международные политики, да, конечно, потому что у них есть такая определенная, скажем так, стезя. Они в некотором смысле обязаны себя подстроить под нужный образ, который нужен сейчас во благо того, чему они служат. Но когда мы говорим про нас с тобой, да, обычных людей, про предпринимателей, про тем, кому важно проявить свою ценность, ничего искусственного здесь быть не должно. Но это не значит, что нужно вываливать вообще абсолютно все. Это правильно, потому что бренд — это искусственно созданная некая субстанция в маркетинге, да, которая определенным образом выстроена, определенным образом прописана и проявлена. Поэтому когда мы применяем это к человеку, действительно кажется, что, о, ну вот, сейчас вот мне тут нарисуют, значит, там, носи вот это, говори вот это, стой вот так, смотри вот сяк, транслирую вот это, там, и так далее, да. А это как раз-таки очень неправильная история. Ну тут еще знаешь, в чем проблема? В том, что человек не может очень долго находиться в этом образе. Ему становится тяжело. Так на поддержание какой-то маски уходит до 60% жизненной энергии. То есть как бы на то, чтобы поддерживать свое белое пальто, минимум уходит 30-40% энергии жизненной. Очень много. Ну это бессмысленно даже, понимаешь? То есть это как раз-таки вот тоже про то, когда я тоже сталкивалась с этим в своей работе, когда приходит, да, вот эксперт, например, и говорит, мне вот надо, мне надо там столько-то денег, мне надо столько-то подписчиков, мне надо вот это, вот это. То, что у меня всегда там одним из первых вопросов стоит, зачем, да, зачем, почему, какие у тебя цели, какая у тебя стратегия вообще, в принципе, по жизни, что тебе нужен личный бренд. И вот если там звучит только там цифры, лайки, подписчики, деньги, слава, там, не знаю, признание и так далее, я не работаю с такими. Потому что я не смогу тогда туда ничего привнести. Я не осуждаю. У каждого свои цели, у каждого своя стадия созревания осознанности внутри, что называется, да, но я не смогу этому помочь. Это не твоя ценность. Да. Это не твоя ценность. Вот ты как раз задала вопрос, да, ты неужели реально не понимала, да, то есть, нет, я, конечно, понимала, что ко мне люди приходят на мои ценности, на то, как я вижу этот мир, да, то есть, как бы, на ту энергию, которую я излучаю. Потому что, ну, во-первых, у меня очень много амбассадоров моих. У меня очень, вот, про HR, да, про HR, ты как раз сказала, это вот у меня очень много людей, которые со мной сотрудничают, это в основном все мои студенты. Они сами мне пишут, что мы бы хотели с вами посотрудничать. У меня есть волонтеров очень много, понимаешь, которые тоже помогают каким-то образом. У меня есть прям, ну, сарафанка работает сейчас тоже очень хорошо. То есть, мне люди там говорят, ой, я 15 человек завел в клуб денежной емкости, и они все мне благодарны, да. То есть, там, кто-то одного-двух привел, и, типа, они нам благодарны. И это круто, знаешь, вот в таком формате. Но я просто, как бы, говорю, я не думала, что это, по сути, личный бренд, да, так скажем. И, наверное, поэтому, да, то есть... Ну, в твоем контексте это просто более структурированный, более такой планомерный подход. То есть, да, вот когда мы с тобой тоже вот вначале начали разговаривать, я тебе сказала в целом, что в целом у тебя все прекрасно. Просто если немножечко теперь это структурировать, систематизировать, да, направить в вектор движения, что тебе нужно там аудитории больше, нужно там тут появиться, там появиться, здесь засветиться, да, то все, у тебя просто потихонечку он будет, а может быть, даже и не потихонечку, может быть, даже и быстро, он будет расти. Потому что ядро, ядро твоего личного бренда уже создано. Вот те самые вот смыслы, ценности, качества, то, как ты делаешь свои продукты, то, какие результаты люди получают, репутация твоя, почему люди к тебе приходят и приводят за собой людей. Это же самое важное, да, то есть, когда человек приводит за собой другого человека, значит, твой бизнес делает все правильно. А значит, ты во главе этого бизнеса делаешь все правильно. потому что, как бы, там есть нечто большее, чем просто вот некий товар, да, или просто некий продукт. И когда вот это вот ядро уже у тебя создано, все остальное – это инструменты просто. Инстаграм, интервью, СМИ, там, выступления, ретриты, вот сейчас интервью мы с тобой снимаем, да, это просто инструментарий. Когда ты этот инструментарий прикладываешь вот к такому ядру, который ты уже создала, все начинает очень быстро расти, и все получается естественно, качественно и для всех комфортно. А вот когда вот эти инструменты приложены к отсутствующему ядру, например, когда вы приходите и говорите, что вот я хочу, там, не знаю, инстаграм-миллионника, говорю, зачем? Это первый вопрос. И второй – почему люди должны быть на тебя подписаны? Почему сейчас аудитория должна потратить время на то, чтобы на тебя подписаться, посмотреть, почитать, там, что-то тебе там пролайкать, например, прокомментировать? Почему? И вот если на этот ответ вопроса нет, ну, вернее, на этот вопрос ответа нет, то не с чем работать. И как раз мы возвращаемся к пункту номер один. А какие твои смыслы? А какие твои качества? А какие твои компетенции? А про что ты? А какая у тебя стратегия жизненная? В первую очередь, а чем ты можешь быть мне полезен? Как ни крути, мы все люди, мы все эгоистичны, и это нормально. Да. То есть как бы иерархию никто не отменял. Сначала создатель, потом ты, потом даже твой партнер, дети и все остальное прочее. То есть это вот в правильной такой, так скажем, ну, неправильной, но энергетически работающей иерархии, которая дает тебе возможность, да, то есть как бы развиваться, кайфовать и наслаждаться. И, конечно же, как бы первый вопрос вообще, да, то есть как бы, а чем я могу быть полезна? Ты знаешь, кстати, Катюш, что я обратила внимание на, вот когда мы с тобой работали, с одной стороны, мы прям классно, да, то есть как бы ты мне сказала, сконцентрируйся на себе, что тебе сейчас интересно. Но знаешь, с чем я столкнулась? Ну? У меня закрылось есть назнание. Я утром просыпаюсь, у меня есть назнание закрыто. Я почистилась, помолилась, там все, открылось. На другой день просыпаюсь, опять есть назнание закрыто. Я думаю, ну что за фигня такая? И мы тут с Костей, Костей же знаешь, который английский мой преподает. Я говорю, Костей, что-то вот тут, ну такое вот, а он же как раз у Дони Эпсона там обучается, там еще что-то. И мы начинаем с ним разговаривать, и я сама понимаю, что никогда нельзя циклиться на малой системе. Я малая система. А нужно на большое, да, то есть что создатель хочет через меня нести в этот мир. Потому что как только я зацикливаюсь на себе, у меня есть назнание закрывается, потому что зачем давать такой огромный инструмент человеку, который зациклен на себе? Я в этом смысле и пропагандирую баланс. Мне очень вообще нравится понимание срединного пути. Мы с тобой об этом тоже говорили, да? Срединного золотого пути, то есть как только мы начинаем, да, вот говорить или-или, как только мы начинаем сваливаться в дуальности, мы сразу же оказываемся только вот в той точке, в которой эта дуальность более-менее как-то сама по себе работает. То есть мы отсекаем там до 80% другого спектра, который в этом событии, действии, да, или в этом проявлении может присутствовать. Если мы выбираем каждый раз срединный путь, мы говорим, да, есть и лево, и право. Да, математика бесконечна, цифры, да, там числа, что в плюс, что в минус. Да, Вселенная бесконечна, что в макрокосмос, что в микрокосмос. Но мы где-то посередине. И вот это вот состояние где-то посередине позволяет как раз-таки выбирать наиболее правильные концепции, которые одновременно и зацикливают тебя, как ты говоришь, на большей системе, но и учитывают интересы малой системы. Смотри, я здесь с тобой согласна полностью, просто я тебе хочу показать тоже со своей стороны, что это значит. Вот в моем понимании, да, то есть как бы, предположим, помнишь, я тебе говорила про мета-сообщение, которое, да? То есть, например, у меня в партнерстве быть в экстраординарном союзе, который вдохновляет людей на любовь и доброту, ну, например, да? Но ведь, чтобы кого-то вдохновить, ты должен сам этим являться. Да, да, безусловно. То есть, по сути, это про тот же баланс. Да, да, согласна. Про срединный вот этот путь, то есть как бы. Потому что, ты знаешь, вот у меня вот, кстати, если говорить о личном бренде, да, так скажем, у меня несколько раз уже было такое, что вот ко мне приходили сейчас, приходят сейчас в ученики люди, которые знали меня в девятнадцатом году, в восемнадцатом году, когда я начала путешествовать, да, то есть с кем-то во Вьетнаме, с кем-то на Бали, с кем-то в Индии. И тогда, хотя я уже тогда занималась этим, они меня не воспринимали, да, то есть и они у меня не занимались, ничего. А сейчас они пришли ко мне в ученики, как бы, почему, я спрошу, почему вы поменяли, она говорит, потому что мы видели тебя той, когда ты еще не создала, например, свою систему по коду денежной емкости, по коду любви к себе, да, то есть как бы. И сейчас мы видим тебя и понимаем, что учиться надо у того, кто этот путь уже прошел. Да, кто этим стал. Кто этим стал, да. И вот это тоже ведь про личный бренд, да, получается? Сто процентов. Это причем еще именно про то, когда мы с тобой видим сейчас на рынке проявления, скажем так, негативные, да, когда там, условно, человек там одну-две книги прочитал и говорит о том, что вот есть некая истина в том, что он несет, да. Или там побывал там на двух, трех, там, четырех, пяти тренингах, пусть даже там дорогостоящих, пусть даже у самых крутых там специалистов на рынке, после этого собрал это в некую там конструкцию и пошел ее дальше нести. И как раз-таки опять же мы возвращаемся к моменту, да, что вот публика все это видит и понимает. Очень быстро становится понятным, работает ли это в твоей жизни то, что ты транслируешь или нет. Ну, то есть мы наконец-то сейчас входим в то пространство, в тот мир, когда это становится важным. На следующий год от всех инфобизнесменов останется пять процентов. Я не знаю, что произойдет, я это видела еще в прошлом году, что это идет на 25-й год. Надо же. А я не знаю, что это произойдет. Может быть, это будет, не знаю, закон какой-то принят, может быть, реально люди перестанут, да, покупать, и людям придется, тем, которые сейчас там продавали, может, и мне придется, я не знаю, да, то есть как бы... Как-то изменить подход. Да, да, да. То есть и просто как бы останется реально пять, ну максимум десять процентов. Мне это с поля показывают еще с прошлого года, даже позапрошлого. Ты знаешь, я за такую историю, скажу тебе честно, потому что, конечно, мое, как это сказать, человеческое, да, восприятие, в большей степени человеческое, в меньшей степени профессиональное восприятие рынка, оно очень разноплановое. Мне не нравится то, что происходит в инфобизнесе. Ну прям не нравится, мне не нравится то, что действительно есть огромное количество вот этого термин сейчас современный, да, инфо-цыган. Действительно есть очень много людей, которые не являются тем, что они транслируют, которые рисуют какую-то картинку, которые действуют только ради денег, например, да, или там ради там славы, или там еще чего-то. Этого очень много. Ну, на самом деле, к сожалению, так же, как этого много, например, там, там, среди музыкальной, в музыкальной среде, да, тоже мы с тобой видим там, ну, не все, скажем так, песни мы с тобой готовы сейчас вот пойти, включить здесь, да, и под них танцевать, да, там, потому что, ну, в них настолько, как бы, ужасный смысл, что невозможно. Да-да. Ну, то есть все то, что... Или голос. Или голос, да, или отсутствие этого голоса, или там внешний вид, ну, то есть там очень много факторов есть. Инфобизнес, он немножечко тоже вот про это вот, про звездность, про блогерство. Еще очень много людей, конечно, путают между собой информационный бизнес, то есть тогда, когда ты действительно делаешь на этом, ну, то есть ты делаешь реальный продукт, и блогерство. Это очень сильно разные вещи, это как бы, ну, это тоже все оттенки личного бренда, это тоже все оттенки репутации, но блогер это просто блогер, это человек, за которым кому-то интересно наблюдать, за его жизнью, за его стилем, за его какой-то трансляцией, да. Но сейчас же, видишь, все блогеры начали создавать курсы. Создавать курсы, да. Вот это вот как раз у нас и, к сожалению, переломило. Да, я просто смотрю и понимаю, что, блин, ну, ребят, да, то есть как бы, я, например, давай так скажем, ну, в чем я разбираюсь, хорошо, я пишу книги, да, но я же не пошла учить, как писать книги. Ну да, ну да. Или, например, я пишу картины, каналы, я точно никому не создаю МК, как нарисовать картину. То есть, как бы, многие из них, к сожалению, к сожалению, идут для того, чтобы заработать деньги. Да, ну, то есть когда у тебя во главе угла только, как бы, как это сказать, накопление, да, или там заработок, тогда это действительно превращается очень часто в инфо-цыганство. То есть когда нет стремления за качеством, нет стремления погрузиться в глубину того, что ты даешь, нет того уровня экспертности, который нужен, да, для того, чтобы так это было. Вот, хотя, кстати, я тебе хочу сказать, что не на каждую целевую аудиторию это надо. Ну, то есть в этом смысле, там, одним из таких ярких примеров является Лена Блиновская. Ну, или была, да, являлась, мы уже, к сожалению, так будем говорить, да. Почему, к сожалению, я ни в чем ее, на самом деле, там, не осуждаю, я считаю, что это феномен, определенный на рынке, и в том, как ей удавалось на огромную аудиторию доносить хотя бы какой-то вот этот вот смысл в том, что жизнь может быть другой. Она обучила целое поколение. Я считаю, что в этом смысле, да, как бы много огрехов есть, у каждого, кстати, между прочим, крупного бизнеса есть очень много огрехов, очень много каких-то ошибок. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да, у меня нет какого-то, знаешь, такого прям ценностно-философской привязки, например, к тому, что она делала, но внимательно посмотрев на ее продукты, я понимаю, что для этих продуктов абсолютно точно есть и была и остается целевая аудитория, и для каких-то девчонок, женщин. Сейчас приходят же многие студенты, они говорят, мы начинали с марафонов Блиновской, и когда уже вот, ну, как бы начали, а потом уже, когда мы стали готовы идти в изменение уже мировоззрения, там, пришли там еще к кому-то, а потом уже ко мне, понимаешь? И на каждый, как бы, на каждый этап осознанности свои наставники. Я только что тоже рассказывала об этом. Почему я, например, сейчас обучаю мастеров и наставников? И я тебе честно скажу, потому что, когда я даже три года назад пыталась вспомнить те свои мысли, чаяния, да, мечты, когда я зарабатывала там когда-то там 30-50 тысяч, я не могла вспомнить. Потому что я на 30-50 тысяч жила до 2000, короче, только во время банкротства. Потому что я еще в 2003 году уже зарабатывала 30 тысяч рублей в месяц. Представляешь, что такое 2003 год? 21 год назад, это огромные деньги. Для Челябинска, тем более, для 21-летней девчонки. Но так как у меня было, так скажем, плохо с финансовой грамотой, я просто все спускала, да, то есть это другой разговор. Это же другой разговор, да. Но я всегда зарабатывала хорошо, только во время банкротства у меня был этот период. Ну, был период, да, понятно. Но мне тяжело было вспомнить, да, то есть как бы о каких-то мечтах, целях, там еще что-то. Или, например, вот сейчас, когда я проводила наставничество для восьмерых своих наставников, да, и у них было по 20-30 человек в группах, где-то 240 человек у нас прошло наставничество, потому что еще девятая группа, это была, ну, как бы мне по наследству другого наставника осталось, я его убрала. Поняла, что он не несет ту ценность, которую, как бы, я транслирую, да. У нас около 200 кейсов, представляешь, я считаю, это очень хорошее. Из 240 там с чем-то зашедших, около 200 кейсов за пятимесячное обучение. Потому что на самом деле многие же сливаются еще, а у нас они не слились. И, ты знаешь, у каждого наставника приходили ровно те люди, да, то есть как бы... Которые на его размер. На его размер. Вот вообще просто люди интуитивно выбирали, то есть как бы, например, к одной девочке, к ней все пришли только пятерки. Четверки, пятерки. Потому что она сама еще буквально два года назад, да, то есть как бы там три года назад, и она говорит, мне на хлеб иногда не хватало, до того, как она пошла ко мне учиться. То есть и как бы, и она их очень хорошо понимает. Понимаешь? Да. То есть и, а, например, как Саня Шнайдер, которая, ну, зарабатывает 100 тысяч евро минимум в год чистыми уже в Германии, да, то есть и занимает там топ-позицию. Пошли люди, которые, конечно же, зарабатывают тоже там 5 тысяч, 3 тысячи евро в месяц. Понимаешь? Каждый как будто бы пошел к своему. Ну, я просто четко понимаю, что они лучше даже сейчас доносят смыслы какие-то. Чем ты? Чем я. Потому что я говорю глубже, а они как бы берут и как будто, знаешь, более доступным языком на то сознание, которое вот сейчас есть у человека. Потому что я говорю, некоторые мне говорят, мы переслушиваем твои вебинары, которые ты давала там 3 года назад, там, на третий, на пятый раз, и понимаем, что мы этого не слышали. Да, есть такое. Информация вообще, в принципе, воспринимается слоями. Все знания имеют многоуровневую, многомерную структуру. И мы берем сначала то знание, на которое мы сейчас готовы, на которое у нас готово наше сознание, на которое у нас готово наше тело, потому что у тела тоже есть сознание, на которое мы там видим, что ага, вот сейчас я вот это возьму, и это поможет мне решить какую-то задачу. И когда вот заканчивается в какой-то момент времени решение, что называется, насущных задач, да, самых таких важных, вот типа как хлеб там и так далее, мы переходим к следующему уровню смысла, следующий, следующий, следующий. Как ни крути, даже хоть и сейчас ее кто-то хает, но пирамида масла, как была, так она и... Да, да, на определенном уровне она как была, так и остается, и задача наша, как я это вижу, да, например, там, развитие человечества дальше, это все-таки наконец-то выйти из нее или как минимум понять, что у тебя одномоментно могут развиваться все направления. Абсолютно. То есть перестать двигаться по ней как по ступенькам, начать двигаться по ней как бы в объеме, в том числе там в плоскости, в многомерности и в вертикали. Но это такой уже отдельный разговор, знаешь, может быть там ни на 20 минут и ни на час. Это да. Вот ты знаешь, я бы еще хотела что спросить, это мне само еще интересно. Вот, например, вот ты говоришь о том, что самое важное, это есть у меня ядро, да? То есть как бы ядро... Смысловое ядро. Смысловое ядро. А что делать тем, у кого нет этого смыслового ядра? Ты с этим помогаешь? Да, конечно. На самом деле, ты знаешь, так получилось, что у меня в основном как раз на начальном этапе люди и приходят. То есть у меня, знаешь, как бы есть вот такое небольшое количество людей, например, да, как ты, у которых уже есть сформированная история, и я ее докручиваю, допиливаю, да, там, доукомплектурую. Да, в том числе инструменты. Где-то усиливаю какие-то аспекты, где-то, может быть, там, местами переставляю, да, но как бы и с инструментарием работаю очень много. И в консалтинге, да, вот в создании стратегии личного бренда ко мне прямо вот приходят те, которые прям совсем-совсем с нуля. И это очень круто. Почему? Потому что человек еще, что называется, знаешь, не испорчен вот этим социальным проявлением, не испорчен большим количеством комментариев людей, и он готов в чистом виде на себя смотреть. Он готов в себя погружаться, он готов честно отвечать на вопросы, он готов над ними думать, например, да, там, на той же миссии, там, или философии, или идеологии, например, которые он несет. Он готов, например, и открыт к разным форматам продуктов, которые формируются как раз исходя из его стратегии. И это очень здорово, потому что как раз-таки, когда прописывается вот это вот поле смыслов, облако смыслов, когда прописывается, да, когда оно становится явным, и человек просто берет документы, читает и понимает, что, о, это я. Только это я не я как целиком, как человек, а это я конкретно для личного бренда, конкретно для социальной проявленности, для взаимодействия вот этой вот некой сущности, да, с теми людьми, которые будут на нее смотреть. Ему это нравится, он с этим энергетически сонастроен, и вот дальше уже идет тогда продвижение. Конечно, это формируется. Я против однозначно того, когда человек не уделяет этому время. Он говорит, да ладно, что там ваши эти стратегии, там, это все фигня вообще. Там эти все вот смыслы, там, и все остальное, я знаю, что я хочу. Вон у меня там есть там марафон там за 3000 рублей, короче, мне надо его там продать на, не знаю, там, на 1000 человек. Все, я буду счастлив. Вот такие подходы мне не нравятся. Я обычно в этой ситуации просто даю какие-то рекомендации, например, там, подрядчиков, каких-то специалистов точечных, да, которые решают эту задачу, и как бы отхожу. Вот, потому что мне, конечно, интересно работать именно с уровнем смыслов, и когда я вижу потом эти смыслы начинают проявляться в продуктах, начинают проявляться в контенте, и людям это нравится, они покупают, вот это самый такой, знаешь, цимус для меня. Ну да, как раз у тебя миссия, то есть помочь, да, так скажем, человеку естественно изнутри проявиться в этот мир. Но у нас же тоже есть грани, ну это не, но не к тебе, да, то есть у нас же есть грани еще личного бренда такого плана, как манипуляции, так скажем, ну это блогерство, наверное, все-таки, да, в чистом виде, когда держат интригу, скандалы, разводы, знаешь, вот это вот все. Вот, может быть, это моя картина мира, которая, возможно, меня ограничивает, я вот сейчас к тебе обращаюсь как к эксперту, да, но я, например, не готова в моменте, у меня это бывает редко, но раз в год я сейчас там тоже могу раз-два раза в год, да, там впасть в программу доказателя, там, да, то есть как бы... Ну, бывает, да. И порыдать могу, там, да, то есть... Да, и высказать там что-то, да. Но я считаю, что это дурной тон, идти там зареванной и на камеру это все рассказывать, там, не знаю, ну это моя картина мира. Может быть, это меня ограничивает в чем-то? Ты знаешь, у меня есть разные примеры в этой области. Не могу, опять же, сказать тебе, что плохо, это и хорошо. Это очень сильно зависит от характера самого эксперта. Вот скажу тебе честно, например, да, вот ты как проявленный характер, да, тебя, наверное, это странно было бы видеть. То есть скорее от тебя было бы грамотно видеть такое, что, ребят, вы знаете, я вот сейчас пережила... А я так и делаю. ...какую-то ситуацию, я ее осознала, переварила. Да, мне сейчас тяжело, да, я сейчас еще отчасти проживаю это, вот уже то, что я осознала, вот только того, что я поняла, откуда это произошло, ну, там, ребят, скоро вернусь, там, to be continued, условно, да. Вот какой-то такой подход, когда ты, нет, ты не играешь на публику, что все хорошо, все радужно, везде единороги скачут по лесу, да. Вот, ты говоришь как есть, но без вот этой вот лишней драмы, без лишней вот этой некой там надуманности, просто из желания зацепить аудиторию и сделать, чтобы охваты были больше. Вообще, вот, 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 ты знаешь, я пыталась себя, как бы, сторговаться с собой и объяснить себе, что это нормально. Проявлять себя, да. Типа, как бы, манипулировать, там, это вот, ну, было, там, 4 года, 3 года назад, когда я только начинала, и мне там все советовали. Да-да-да-да, прогревы, прогревы. А прогревы. Я пыталась с собой сторговаться. Я пыталась себя убедить. Я даже нанимала человека, который мне целый месяц писал сценарий. Я его там выполняла каждый день. Я устала так. Вот, ты же сказала, на поддержание маски уходит до 60% признанного ресурса. Что я просто, вот, потом месяца два вообще про сторисы слышать не хотела. И не вообще про Инстаграм. Желательно его удалить, чтобы не находить него. То есть, как бы, и у меня было такое выгорание жесткое. Да? За месяц. А люди годами в этом живут. В этом как раз и фишка. Как? В этом как раз и фишка. То есть, для кого-то, поверь мне, это по-настоящему естественное проживание своей жизни. Они так и живут. Просто ты так не живешь. Ты и в жизни так не живешь. Это не то, чтобы ты там какую-то свою часть, например, того, что у тебя происходит, просто, ну, запретила показывать, например. А на самом деле ты там в подушку ночами рыдаешь. Нет, ты так не живешь. Да, бывают ситуации, когда, там, у меня тоже бывают, там, у многих бывают, да, когда ты всегда... И у меня, вот, есть и сообщества, даже подружки, они знают все. Вот им я могу выйти рассказать. У всех нас есть много разных драматических событий. Но, во-первых, как ты на нее реагируешь? Второе, что ты после этого осознаешь? Ты как бы позволяешь себе находиться потом долгое время вот в этой истерике, растрачивая свой жизненный ресурс, время, и еще затаскивая... Я буду сам максимум. Ну вот, и затаскивая в эту воронку всех тебе близких, знакомых, друзей, и еще и всю твою аудиторию в Инстаграм. Да не дай бог. В том-то и дело, это же воронка, понимаешь? Это выкачивание энергии как бы... Из людей. Из людей. Вот. Ну, либо ты точечно в эти моменты попадаешь, ты осознанно к этому относишься, ты находишься в состоянии наблюдателя, ты понимаешь, что да, у тебя сейчас произошла ситуация, которая вызвала определенный эмоциональный выплеск. Мы все живые, и у нас есть программа. Да, но ты не затягиваешь в него всех подряд, чтобы вот сидите сейчас, теперь подружки все слушаете, вот теперь все мои подписчики слушаете, а еще там кто там еще там... Еще вы тоже заходите, тоже слушайте, как у меня все плохо в делах. Но это такой, знаешь, это... Энерговампиризм. Энерговампиризм и эгоцентризм очень такого низкочастотного уровня. Я вообще поняла, знаешь, у меня... Мы с Костей тоже это прорабатывали, да, то есть как бы я об него, так скажем, тут думала, и я поняла, что, наверное, у меня даже здесь слишком перегиб в другую сторону, что если у меня начинает программа там или какие-то эмоции, я вообще всем говорю, так, сейчас не трогайте меня, я разберусь с этим сама. И потом я к вам вернусь. И потом я к вам вернусь. Ну, иногда уходит пять минут, иногда полчаса. Ну, то есть как бы... Ты можешь на это выйти, ты имеешь право. Но сам факт в том, что у меня это больше, наверное, было, я вот сейчас это прорабатываю, из боязни причинить вред. Окружающим. Окружающим. То есть гипертрофировано, знаешь, ну, то есть как бы... Ну, да, да. Хотя вот, например, я четко же понимаю, что ни одного случайного человека рядом со мной вот в этот момент не может оказаться. Например, вот у меня дома, да, то есть как бы я, два ассистента, и как бы мама, да, была. И один ассистент всегда до этого ее куда-то там она уезжала по делам, и если что-то даже происходило, она никогда при этом не присутствовала. То есть ее как бы, знаешь, уводила. Это не ее была ситуация. А другой ассистент всегда была как раз... Самой гуще событий. Самой гуще событий, да. То есть и это значит, что у одной, может быть, ей еще рано, это, да, то есть как бы, может быть, она не выдержит эту энергию, да, то есть... Может быть. А как бы, а может быть, она уже это прошла, ну, мы же не знаем, да, то есть может, она в этой прошлой жизни все это уже прошла, да, так скажем. И вот я считаю все-таки, что не бывает случайных людей вокруг тебя, то есть если... Да, но это все равно не отменяет нашей осознанности, нашего уважения... Конечно, нашей ответственности. Нашей ответственности, нашего уважения к вниманию, времени и энергии другого человека. А особенно к вниманию и времени, так скажем, своих студентов, своих подписчиков, своей аудитории, да, то есть это вообще очень важно. Вообще вот этот вот момент взаимного уважения, это то, что у нас подкачало, скажем так, в нашей благосфере, да, вот в инфобизнесе и так далее. То есть у нас как подписчики иногда не умеют себя адекватно проявить, да, и даже пусть может быть и какой-то комментарий, который хочется высказать, высказать в такой форме, чтобы человек это не задело, не обидело, да, там не расстроило. Ну, сейчас уже, кстати, все больше, либо ко мне приходят такие, не знаю. То есть ты права абсолютно, все больше, это правда, то есть прям некоторые комментарии прям любо-любодорого почитать. Иногда это критика конструктивная, но поданная настолько аккуратно, настолько из любви, что я прям читаю, да, и ты как, блин, спасибо, спасибо, да, то есть потому что я что-то увидела, чего я, например, не видела. Да, или, например, когда некоторые люди, допустим, дают конкретные рекомендации, очень так тоже аккуратно, что вот здесь можно сделать вот так, или вот здесь можно сделать вот сяк, тоже очень круто. У меня в клубе денежной емкости так произошло, зашел мужчина, он очень, кстати, структурный, и он говорит, блин, у вас такой крутой материал, но даже я, при том, что умею все структурировать, мне тяжело, у вас много материала, и он как бы помог нам составить полностью карту дорожную, понимаешь? Ну, вот это вот очень круто, когда еще действием люди участвуют. А, то есть... Но все равно, конечно, если посмотреть вот некую массу, пока мы еще не на том уровне взаимодействия публичного человека с аудиторией, когда все это строится на принципах гуманизма. То есть... Это да. Пока так. Но это также работает в обе стороны. Я надеюсь, что мы дойдем до этого гуманизма... Я тоже надеюсь. ...до того, как к нам внедрят систему, как у китайцев. Какая там система? Там, если у тебя рейтинг меньше... А, социальный рейтинг? Да, то есть как бы... Ты не можешь даже купить билет на поезд. Да-да-да, есть такая тема, да. И как бы там суммируется абсолютно все. Как ты переходишь на красный свет, какие лайки, поругался ли ты с соседом, как бы не улыбнулся ли ты там еще кому-то, да? Поблагодарил ли продавца там или нет. Поблагодарил ли продавца или нет. То есть я понимаю, почему китайцы это сделали. Потому что они пытались, 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 да, чтобы люди стали гуманнее, чтобы люди соблюдали, да, то есть какие-то нормы, этики, да, то есть как бы... И этого не могли добиться. Они применили уже кнут. Вот этот вот социальный как бы рейтинг. И я надеюсь, что наше, вот так скажем, сообщество, общество, наша страна, да, то есть и страны СНГ тоже как бы, что мы все-таки быстрее пройдем и не придется, да, то есть правительству внедрять социальный рейтинг. Ну, здесь я думаю, что есть намного больше аспектов вообще этого внедрения и попытка контролировать... Да, понятно. ...людей там и так далее, да. Но в целом, в целом, да. Ну, то есть некая социальная осознанность, социальное здравие, да, когда ты понимаешь, где что уместно, где что неуместно, когда ты просто не тратишь энергию на то, что тебя не устраивает, просто проходишь мимо, например, если иметь в виду ту же самую благосферу, да, потому что все имеет место быть. Либо если ты можешь на это повлиять или можешь помочь, ты помогаешь. Ну, Катюш, ну ты же знаешь, если брать, когда появляются хейтеры. Ну, есть такая шутка, что ты вообще непопулярный человек, пока у тебя нет хотя бы одного постоянного хейтера. То есть не такого залетного, который, знаешь, там залетел, там что-то начеркал и убежал, а постоянного, который все время тебе пишет какое-нибудь там говнецо. Ну, значит, я непопулярный человек. Да, да, но это шутка, на самом деле. Да, 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 слава богу. И как может быть и лучше, да, то есть... Конечно. Нет, я тебе могу сказать так, что, например, когда у меня недавно тут, вот когда я с Олей Чебыкиной делала, и под этим видео было столько комментариев о моем лишнем весе, да, то есть о том, что как бы мне надо... А, ты у нее на канале вышла. Что мне надо было бы похудеть и все прочее. Как будто бы человек, вот, знаешь, вот мне так интересно, люди на некоторые пишут, как будто человек сам этого не знает, знаешь, вот каких-то вот моментов. Ну, это другой разговор. Но смотри, меня это задело на 30-40%. Задело? Задело. Но я четко понимаю, почему меня это задело. Потому что есть неизрасходованный потенциал. Потому что я как раз весь февраль, да, как бы январь и февраль, не делала массажи, потому что была в переездах, питалась непонятно чем, не занималась спортом. То есть когда я начала, вот они начали как бы писать, да, то есть я расстроилась, я тут же начала там спорт, массажи, питание. Я читаю потом следующее, и я уже не расстраиваюсь. Почему? Потому что я... Ты понимаешь, что ты делаешь? Я делаю абсолютно все. То есть если меня это расстраивает, значит, я не делаю что-то. Понимаешь? То есть если расстраиваю, значит, есть чему расстраиваться. Конечно. Да. Вот. Но еще я хочу сказать, что кто пишет, кто такие хейтеры? Ты же понимаешь. Вот у меня был однажды случай, я еще работала в продюсерском центре Альфа и Омега, и у меня был вебинар про порча и проклятие, и там мужик писал всякую гадость прямо на вебинаре в открытом, да, то есть его хотели заблокировать. Такой провокационный вебинар. Да. Заблокировать, я говорю, не надо. Я говорю, я чувствую, что вам нужна помощь. Вам так плохо, что вы от этой боли... Обращайте внимание, да. Да. Я говорю, я готова вам помочь безоплатно. Напишите нашим модераторам, я вам сделаю. Он оборвал всю службу заботы, еще вебинар не закончился. Понимаешь? И потом он стал одним из моих постоянных клиентов. Потому что ему было больно. Да, да. Счастливый... И тебя не за что было залить. Да. Счастливый, как бы, живущий интересной, офигенной жизнью человек не ходит и не пишет комментарии говна. Ну, да. Потому что... Ему это неинтересно. Ему есть куда потратить свою энергию. Свой жизненный ресурс. Свой жизненный ресурс. Вот и все. А чаще всего хейтеры от боли пишут. Ну, да. И от злости еще, от того, от зависти, только если это не заказная история. Да. Ну, как бы, опять же, и заказная история, она же заказана-то из-за чего? Из злости, зависти и гнева. Из низких вибраций. Ну, точно не из высоких. Ну, то есть, когда ты счастлив, вот ты знаешь, я даже просто тебе как пример приведу. Я, когда делала защиту девочкам, то есть, как бы, ну, не знаю, бывали там всякие моменты, и там ее прессовали по чужим, ну, по долгам. Я до этого, там просила, господи, пожалуйста, пусть у них там будут дела, проблемы, чтобы они отстали. И, а потом мне, как бы, сверху пришло, проси о том, чтобы у них было все хорошо. И я начала просить, чтобы у них было настолько много счастья, радости, любви, классных путешествий, еще чего-то, чтобы им было некогда и неохота возиться с должником. Понимаешь? то есть, это же все равно макаться в грязь, когда ты к должнику идешь, да, портить себе настроение даже. Ну да. А вот, и когда мы так делали, мне раз, я поставила защиту такую вот, да, то есть, как бы, ровно три месяца. За три месяца подкопи деньги, чтобы, когда они появились, ты им что-то отдала, и они успокоятся. И ровно через три месяца, день в день, появляются эти люди, она им отдает там 20 или 30 процентов, да, то есть, как бы, от долга. И они говорят, как бы, нам просто тут было некогда, у нас там друг женился, мы тут что-то там купили, там еще чего-то. То есть, у них настолько была офигенная яркая жизнь, что им было некогда и неохота даже мараться с должником. Ну, понятно, да, опускаться в эту всю историю, когда вернешь, там все остальное. То есть, поэтому я могу сказать так, что счастливый человек не будет писать гадости. Да, осталось только понять, как сделать свой человек счастливым, да? Каждый человек творит своего счастья. Ну, ты знаешь, это очень красивая фраза, которая очень классно звучит, но я, например, в своей жизни четко понимаю, то есть, у меня очень, как-то сказать, огромный опыт, знаешь, там и негативных всяких ситуаций, ну, то есть, там как-то и по химон-дизайну, я уже не помню, если честно, как называются мои там цифры и все остальное прочее, у меня там такая история, что я там первую половину жизни накапливаю опыт, очень разнообразный, многоплановый, многомерный и так далее, а вторую половину жизни, по идее, мне надо его как-то там, значит, там упаковывать и передавать дальше. Вот. Я тебе хочу сказать, что исходя из вот моих процессов, да, я это понимала всегда головой, что я творец своей реальности, но как это сделать? Как это сделать в моменте, когда у тебя просто по всем фронтам все разрушено и все вообще в таком состоянии находится? Я тоже была же в таком состоянии. То есть у меня всегда был вот этот вопрос, особенно, знаешь, ко всем вот этим вот псевдогуру, которые любят вещать вот этими вот, как я шучу на эту тему, да, мне в семье шутят, что там статусами из ВКонтакте, что ты творец своего счастья или ты там можешь все сделать или там твоя реальность такая, какой ты есть, там, ля-ля-ля-ля-ля, вот такие какие-то фразы, понимаешь, без конкретики о том, как это конкретно сделать в разных ситуациях. Вот почему на самом деле, да, вот еще я считаю абсолютно правильным твой подход, абсолютно правильный, потому что за словами творец ты говоришь, а теперь садимся, записываем. Значит, пункт номер один, как стать творцом? Это как мы с тобой когда-то. Пункт номер два, что такое счастье? Пункт номер три, из чего она состоит? Пункт номер четыре, делаем практику такую, пятую, десятую, третью, двадцатую. У меня система. Да, система. Действия. То есть, когда за каждой фразой, за каждым словом стоит методика, вот так же, допустим, как у меня, я не просто говорю, что личный бренд должен быть естественный, аутентичный, должен продвигаться, должен использовать те инструменты, которые ему нужны, а конкретно, вот если так, то вот так, если смыслы такие, то вот это. Если хочешь вот этого, то употребляешь вот такие инструменты. Да, да. Если у тебя цели только вот такие, то вот на тебе точечных специалистов, они тебе помогут. Если со мной, тогда мы идем с уровня смыслов, тогда мы идем с уровня как бы идей. Миссии, ценностей, проявленности. И проявляем это в идеологии, тогда она естественным образом уже выкатывается у нас там в методику, в тактику, в продвижение и все остальное прочее. Вот этим, к сожалению, тоже, понимаешь, рынок очень сильно насыщен крутыми, красивыми, классными смыслами и фразами, за которыми, когда их эксперт произносит, ничего не стоит. И люди это чувствуют. То есть они как бы стараются смыслом своим, умом провалиться как бы, да, в то, что человек говорит и понимают, что там, ну, пусто. Понимаешь, там просто вот, ну, некое пространство, ничего. Ну да. Ты знаешь, я тебе могу так сказать. Я вообще раньше думала, что я человек-хаос, а потом я поняла, что я, наоборот, человек-система. Слушай, а хаос, это же первые элементы системы. То есть мы же всё творим из хаоса. Вселенная творится из хаоса. А потом всё систематизируется. Потом всё систематизируется, да. Наша задача же какая? Понижение энтропии. Потому что энтропия сама себя, что называется, развивает сама себя, вскрывает. Наша задача, это её понижать. В каком смысле? Структурировать, систематизировать те процессы, которые происходят в нашей жизни. В твоём случае это ещё и в жизни твоих там студентов, учеников. В моём случае в жизни моих клиентов, которые ко мне приходят. Ну, конечно, как, например, я знаю точно, что я твой клиент, да, который, как бы, хочет, чтобы мне чётко сказали, мы делаем с тобой вот это, вот это, вот это, примерно ожидаемый минимум вот это, максимум вот это. Да, да. И ты знаешь, как бы, ну, я, во-первых, иду всегда же в этого, как в исследование, да, то есть от меня не будет такого, а, ты говорила максимум вот это, да, то есть как бы... А мы даже не посмотрели туда, да? Да, да, да. Я вообще, как бы, за то, чтобы исследовать этот мир. Ой, я тоже. За то, чтобы играть, за то, чтобы исследовать, за то, чтобы полегче всё-таки к некоторым вещам относиться. Конечно. Насколько бы даже тяжёлыми они ни были, да, вот сейчас мы все вместе с вами играем вот в такую игру. Да, она выглядит вот так. Ну, хорошо. Можно... Но жить логикой игрока или логикой персонажа. Вот, да. Можно, конечно, всё это драматизировать, можно это всё превращать в... Или подумать, что всё перед тобой непроходимые дебри, и ты никуда уже... Не можешь, ничего не хочешь. Всё, твоя жизнь закончена. Или, как сейчас, знаешь, это вот новомодная история. У нас сейчас диаметрально противоположные мнения, да, там кто-то говорит, что там, условно, там, после сорока жизнь только начинается, и мы наконец-то там хоть что-то понимаем вообще в этой жизни, и можем наконец-то это адекватно, грамотно и проявить, да. Ну, я так считаю. Да, я то, что считаю. Чтобы мне сорок два. Да, 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 да. А как бы есть другая сторона медали, да, когда говорят, ну всё, ну как бы сорокет, тебе там пятый десяток, заканчивай, хватит, всё. Наигрался. А мне кажется, я только жить начала. Да, когда на пенсию, например, там, или что, там, внуки уже есть, да, ну вот займись внуками, там, особенно после 50-ти, говорят многим людям, да. А мы с тобой всё время наблюдаем, да, да, какие интересные люди вообще здоровые, красивые, проявленные, сколько бизнесов строят, сколько интересных вещей в револю. В 60-70. Да и в 80 тоже. И в 90 даже. Да, просто вопрос, опять же, мышления. Это так. И самоидентификация, о чём мы с тобой говорили, да. Да, да. И вообще, как бы, того, какая у тебя картина мира. Но, ты знаешь, я всё-таки вот что могу сказать, что очень многие люди сходятся по картинам мира. И они пытаются дружить по картинам мира, они пытаются замуж выходить или жениться по картине мира. А важнее ценности, потому что картина мира сегодня одна завтра другая, да. И распадается дружба, и распадаются браки. Вон, до пандемии у нас одна картина мира была. Когда случилась пандемия, вдруг окрасила всё совершенно другими красками. Сейчас СВО ещё какими-то красками. Конечно. То есть ещё какие-то события ещё какими-то красками. Конечно, конечно. Поэтому, когда всё-таки мы создаём какие-то партнёрские отношения, неважно, это дружеский, это бизнес, это семья, важнее всего смотреть на ценности. Согласна. И я вот очень рада, что у нас с тобой ценности сходятся. Я тоже очень рада. Очень рада тому, что мы с тобой наконец-то встретились в феврале в Дубае, да. То есть, видимо, вот как мы с тобой говорили о том, что... Ну, мне самой тоже очень сложно сейчас найти человека, равного по ценностям, по желанию, да, так скажем, жить. И вообще по тому, как... Я почему говорю, что я на самом деле очень мало с кем дружу. Потому что для меня дружба, я какие требования к себе предъявляю, я такие же требования предъявляю к другу. А вот к ученикам я вообще никаких требований не предъявляю. Поэтому многие мои говорят, мы лучше учениками останемся. Потому что друзей я прям могу. В смысле? Ты как бы... В смысле ты не делаешь? Да, в смысле. В смысле ты не растешь? Да, да, да. Ты неравный, да, то есть как бы... В смысле ты шапку зимой не наделаешь? Да, да, да. Поэтому так оно и есть. Вот. Так что я очень рада нашей дружбе. Я благодарю тебя за приглашение. И искренне желаю развития твоему YouTube-каналу. Да. Благодарю тебя, потому что мы с тобой будем этим как раз и заниматься. Развитием YouTube-канал. Я думаю, что с сентября-октября. Может даже с июля. Посмотрим. Да, давай, да. Как у тебя будет там. Все. Всем большое спасибо за то, что вы посмотрели наш выпуск. Да. Пишите, какие у вас, может быть, есть вопросы, комментарии, инсайты. Катюша все зайдет, прочитает. Все прочитаю. Да, то есть как бы и думаю даже ответит. Да. Все. Благодарю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.